МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И даже вывести его на новый уровень вещания в широком формате. Мы верим в то, что, возможно, и первая задача, и вторая, они вполне осуществимы чудом. Но чудом и живет в эфире телеканал «Союз». И если в этот раз Господь будет столь же милосерд, а зрители так же активны, как обычно, и даже несколько более, все у нас получится. Ваши вопросы задавайте по телефону 379-65-70, код города 343. Если есть у вас пожелания, замечания или какие-то недоумения, касающиеся хода нашего благотворительного марафона, пожалуйста, звоните. Если сможем, ответим. Если не сможем, запишем. Ну и в следующей программе прозвучит ответ. Действительно, наш канал – это плод коллективного труда. И здесь в данном случае речь идет не только о сотрудниках телеканала. Это плод и ваших молитв, в первую очередь, но и ваших активных действий. А почему я так говорю? Потому что буквально перед эфиром мы зашли в социальную сеть ВКонтакте и почитали, что вы нам адресуете, какие пожелания. Есть у нас раздел «Предложения по работе», есть раздел ВКонтакте «Пожертвования на развитие». И здесь идет тоже рассуждение, как правильно сделать пожертвование. И взяли мы третью статью для оптимальности – это критика в адрес нашего телеканала. И прежде чем мы дождемся вашего звонка с советом, а может быть даже с критикой или предложением, процитирую несколько записей на странице «Предложения по работе». Вот задает вопрос Денис Гаврилов. Планирует ли телеканал «Союз» переходить на формат вещания 16 на 9? Если да, то определены точные сроки перехода. И вот здесь же публикуется ответ руководства телеканала «Союз». Да, марафон сейчас проводится, в том числе и для этого, для того, чтобы мы могли перейти на широкоформатный вид вещания, так скажем. Сроки пока обозначить сложно, но вот минимальный срок – это год. Вот от года до двух лет. Да, друзья, я хочу обратить ваше внимание на чудесное дерево с чудесными чижами. Если помните, мы надеемся посадить на это дерево 44 веселых чижа, а пока их только семеро. Собрано 7 миллионов 300 тысяч рублей. Низкий поклон всем, кто уже откликнулся. Большая просьба сделать это всех остальных наших союзников. И у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила, я из Калуги. Очень приятно. У меня вот такие предложения по поводу телепрограммы. И мне кажется, вот как. Вот передача, разговор, беседа с батюшкой, да, они немножечко стали превращаться в беседу с телеведущим. А у нас ведь столько, много вопросов пишут люди, ждут ответа, и они переживают, и в конце концов, ну, человека перестает потом писать. Это вот первое. Программа была у нас час, сейчас каждый раз у нас забирают, забирают. Это время аж дешево. Можно сразу уточню, поскольку программы идут из разных студий, ведущие разные. Вы какие программы имеете в виду? У нас есть Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Более интересно, это Москвы и ваш Екатеринбург, и как-то вот Санкт-Петербург стало меньше интересовать, и просто переключаешь даже. Ясно. Потом, значит, какие пожелания? Вы понимаете, у нас сейчас секты заполонили буквально, они молодежь захватывают. Ведь у нас же по сектоведению лекций практически нету. Это при живом-то нашим Двор... Как его фамилия? Дворкин. Да, Александр Леонидович Дворкин. Понимаете, дело в том, что все это время телеканал... Можно я сразу отвечу? Телеканал придерживается политики, некоего нейтралитета в этом ключе. У нас нет ни сил, ни денег на судебные процессы сектами. Поверьте. У нас нет денег даже на выживание иногда. У нас по программе «Союз» через каждые полтора месяца новости, новости, новости. Вот хочется, как говорится, может быть, какие-то новости будем убирать, а что-то, допустим, и о других религиях. Мы с мусульманами рядом, боком живем, да, и вот такой вещь, как, допустим, мусульмане считают, что на кресте распят Иуда. Я когда услышала, у меня даже как-то я потеряла дар речи. Не-не-не-не-не, это какие-то были мусульмане своеобразные. Все-таки есть традиционный ислам, и он вот такого-то, по-моему, не говорит. По поводу марафона, у вас есть какие-то вопросы, предложения, пожелания? По поводу марафона, вот вы знаете, вот очень интересно по каналу 5, там номер, номер называется, четырех, значит, там посылаешь смс и все. То есть я лежу, если я больная, я не могу до банка, там карточки, я в этом мало даже разбираюсь. Я пошлю смс-ку. Ясно. Поняли вас, спасибо большое. Спасибо, друзья. По поводу смс-ок история сложная, потому что смс-ки нам, точнее не смс-ки, а деньги, вами переведенные таким способом, придут только спустя 3-4 месяца и не в полном объеме, потому что определенный процент удерживается. Понимаете, когда речь идет просто о жизни в нормальном формате, когда телеканал имеет долги, но незначительные, это хороший способ. И телеканал пятый, который финансируется либо государством, либо какими-то крупными корпорациями, может себе эту роскошь позволить. У нас такой роскоши нет. Для нас это именно, я подчеркиваю это слово, роскошь. Поэтому вот когда у нас все ровненько, слава богу, да, вот, например, то есть собрали деньги, долги отдали, тогда смс-ки хороши. В пиковой ситуации это немножечко не тот способ, потому что, может быть, ваша смс-ка придет, а уже и телеканала-то нет в эфире, не дай бог, конечно. Ну вот поэтому нет. Ну и о комиссии, необходимо сказать, там до 30% комиссии за смс, это зависит тоже от той компании, с помощью которой совершается перечисление. Ну, по-моему, с нас там так-то уж не дерут, но факт тот, что вот время... Ну нет, значительная комиссия, не во всех, не во всех, но тем не менее, такое есть. И мы о пожертвованиях, раздел ВКонтакте, это наша страница, есть раздел пожертвований на развитие. Провел определенное исследование, статистику, но общее пожелание, во всяком случае, те, кто пишет в эту страницу, непонятно, как перечислять. Дайте видеоинструкцию. Ну вот в конце содержится предложение, чтобы... Ну, с пониманием наш зритель относится. Относится предложение, чтобы не засорять в эфир вот такими подробными нажатиями клавиш и манипуляцией с руками, предложение размещать эти ролики, видеоинструкции на сайте. Хотя, честно говоря, вот перед эфиром зашел в наш любимый Яндекс и все виды инструкций нашел. Даже нашел инструкцию о том, как правильно приколотить гвоздь. А мы сейчас покажем одну из видеоинструкций, которую, между прочим, уже несколько лет показываем в эфире нашего телеканала. Ну вот специально для тех зрителей, которые думают, что у нас этого нет. Они есть. Вот одна из них. Поддержите нас. Сделайте посильное пожертвование на оплату вещания нашего с вами православного телеканала. Как это можно сделать? На сайте трансляции телеканала «Союз» tv-soyuz.ru вы можете скачать наши реквизиты и готовую квитанцию для Сбербанка. Со своей банковской карты или сотового телефона пожертвование можно сделать через платежную систему «Робокасса» прямо на сайте телеканала tv-soyuz.ru в разделе «Пожертвования». Также с банковской карты можно сделать перевод с интернет-сайта «Сбербанк онлайн», sbrf.ru или сайта другого банка, выпустившего вашу банковскую карту. Благодарим всех, кто оказывает каналу регулярную помощь. Ваш православный телеканал «Союз». Друзья, вот только что пришла нам информация. Уже 20 тысяч зрителей поучаствовало в благотворительном марафоне «От Сергия до Покрова». Низкий поклон всем и каждому. Но теперь давайте подумаем, что у нас действительно 20 тысяч зрителей. Наверное, значительно больше. Ну, хотя бы около миллиона, давайте будем считать так. И вот если каждый, да, можно не продолжать. В общем, знаете, желание – это тысяча возможностей, а не желание – тысяча причин. И только что мы посмотрели ролик, как правильно совершать пожертвования. И вновь возвращаемся к разделу пожертвования в ВКонтакте, наша страница. Но я процитирую. Виктория Куцелла. Стараемся по мере возможности помогать вашему каналу, но так грустно, что у вас есть такие долги. Всегда очень переживаю за ваш канал. Помоги Господи вам всем, кто занимается этим благим делом. Наталья Кривенко продолжает. Это сентябрьские записи, вот 17 сентября. Может, пора марафон, а то тревожно за наш канал. Вот очень приятно, что так говорят о нас. Доброе время суток внесла пожертвования каналу «Союз» через банкомат. И таких масс записей. Но переходим в раздел «Критика». И здесь картина следующая. Один ряд читателей и блогеров, писателей высказывается в следующем ключе. Почему на канале нет рекламы? Могли бы не только собирать пожертвования, но и другим помогать. Это говорит Алексей Ман, его поддерживает наш постоянный писатель в этой рубрике, Глеб Разумеев. Отличная мысль. Не вся реклама плохая. Можно бы было просто поставить нужные критерии и найти кого-то, кто согласился бы выполнять условия. Получилась бы отличная православная реклама. Светлана, ну вы дольше работаете на «Союзе». Что с рекламой на «Союзе»? Будет ли реклама на «Союзе»? На самом деле в очень-очень ограниченном виде она присутствует. Мы ведь видим анонсы концертов таких замечательных исполнительниц, как Светлана Копылова, Юлия Славянская. Это люди, которые не считают возможным говорить телеканалу «Союз» следующий текст, который мы часто слышим. Друзья, вот мы делаем доброе дело. Трудно вам что ли бесплатно предоставить нам эфир? То есть вот это люди, которые всегда оплачивают анонсы своих концертов. Ну я имею в виду не то, что ведущие дня говорят, это мы говорим просто от души и бесплатно. А вот то, что крутится как рекламный анонсирующий ролик, либо бегущая строка. Но очень часто мы сталкиваемся с таким подходом. Вы же православные. Как вы можете брать с нас деньги за рекламу? И начинается предоставление нам каких-то благословений прямо на бумажках. И шантаж тем, что ну вы же православные. А того, что телеканал может просто закрыться из-за нехватки денег, ну не приведи Господь. Ну ведь понимаете, с такими долгами-то вот какие организации живут. Это почему-то в расчет не берется. Ну и помимо этого, дополнить Светлана, что масса социальных проектов, которые мы и освещаем, и в сборе пожертвований, и в те же мероприятия для инвалидов, для малоимущих, все это все идет у нас абсолютно социально. Проекты это святое. У кого тут рука поднимется, вообще язык повернется сказать что-то нам, какую-то денежку дайте. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Екатеринбурга. Я пенсионерка, и ежемесячно оплачиваю при получении пенсии, перевожу деньги на карту Сбербанка. Но вот сейчас моя подруга посоветовала мне сделать автоплатеж. И я вот как раз 13-го числа, когда получу очередную пенсию, сделаю автоплатеж, и у меня уже вообще не будет никаких проблем с тем, чтобы перечислять мои средства на содержание телеканала «Союз». Спасибо вам огромное за то, что вы меня получили. Татьяна из Екатеринбурга. Татьяна, спасибо вам за неравнодушие и вот за такой добрый совет. Слушайте, ну это действительно, мы вот сейчас все, в общем-то, люди грамотные. Да, но кто не знает, просветим. Есть такой замечательный Сбербанк, и это не реклама. Ну это просто факт нашей жизни. А есть функции, там замечательные люди, менеджеры, молодые девушки, юноши работают. Вы подходите в любое отделение Сбербанка, для этого должна быть у вас пластиковая карта Сбербанка, и говорите, настройте мне автоплатеж. И вы навсегда вот забываете, нет, а нас-то не забудешь. Одним словом, освобождаетесь от обязанности ходить в банкомат и совершать регулярно пожертвования. Но, тем не менее, есть и другие средства перечисления, как Яндекс.Деньги, как Киви-терминалы, как терминалы Манго и так далее, и так далее. Одним словом, мы открыты для критики, и мы это доказали. Мы открыты для пожертвований, и я думаю, что мы верим, что с нами ничего плохого не случится. С вашей помощью, союзники, спасибо вам за внимание, за участие в марафоне. Участвуйте сами, привлекайте других. Да, кстати, вот вы видите, что у нас тут 7 чижиков, это же миллионы, которые прилетели благодаря вам. Но не хватает еще 34 миллионов, хотя за апрель мы уже, слава Богу, и спасибо вам расплатили. С вами был Дмитрий Шакуров. И Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». Даст Бог. Увидимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»